Добрый день! Добрый день, драгоценные мои, мир вам и благодать до множества. Давайте возьмем свою кружечку кофе, чая, чего вы хотите пить там. Возьмите, давайте вместе прославим Господа Иисуса Христа. Приветствую вас, приветствую вас, дорогие мои. Надеюсь, у вас все хорошо, надеюсь, у вас просто такое благословение сейчас присутствует, радость прямо через эфир. Ваш дом приходит, мудрость, слово. Как хорошо нам быть вместе, как хорошо нам общаться. Рядом со мной сидит потрясающий человек, он потрясает. Приветствую вас. Доброе утро, добрый день, огромных благословений, мира, радости. И для меня это очередная честь и очередное благословение быть с вами. Я уже начинаю постепенно привыкать к миру Максима Максимова. Я живу. В первый день я, конечно, немножко напрягался, но сейчас уже как-то постепенно начинаешь привыкать. Отмораживаешься, в моих руках отмораживаются любые замороженные. Это точно. Поэтому всем огромных благословений, мира, радости, любви. Мы будем сегодня также продолжать тему, которую мы начали. Как слышать голос Бога, говорит ли Бог в нашу жизнь. И что нам делать, когда Бог говорит в нашу жизнь, как нам себя вести, как нам поступать. Я думаю, это будет замечательным временем для всех, для нас. Я сегодня заявил тему, что ты расскажешь, как толковать сны. Ты такое смелое заявление сделал, Максим. Я не большой специалист в толковании снов, потому что, во-первых, это все-таки дар, которым Господь наделяет людей. Я не думаю, что здесь есть какие-то специалисты в этой области. Есть определенные дарования, есть определенные проявления Бога в нашей жизни. И иногда он на самом деле дает сон и дает некое понимание того, что... Ну мы сегодня будем про это говорить. Ты не начинай объяснять раньше времени. Ты вспомни, как толковать сны, если не знаешь, то придумай. Нет, я не... Хорошо, я хочу поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас через сайт домвера.ру. Я вижу, что люди начали присоединяться. Дмитрий с Воронежа пишет. Приветствую вас. Белла Протского из Энергетического, из Бишкека. Татьяна Григорьева. Шалом. Беллу тоже приветствую. Ларису. Татьяну Сриге приветствую. Приветствую. Дмитрий Воронеж, Александр из Каменогорска. Приветствую всех вас. Приветствую любовью. Господа, ты просто вообще не видишь. Собакана. Представь, у нас Юля Собакана, наш постоянный прихожанин. Слава Богу. Дальше у нас Андрей из Австралии. Вау. That's real interesting. Андрюха, вы в Австралии, это невероятно. Сидне, Австралия. Потрясающе. Даже как-то приятно на душе стало. У нас есть человек в Австралии. Наш собственный кенгуренок. Андрей, у вас есть, наверное, дома кенгуру или еще какое-нибудь животное? В Австралии же должны быть коалы какие-то дома. Я не знаю. Хотя у нас сайгаков же нет дома. Ну да. И пушканчиков. Ну а вдруг они, знаешь, дома держат кенгуру. Как мы собак. Да, как мы собак держим. Видишь что, корейцы не держат собак, они их едят. А вот мы держим собак. Американцы говорят, ну как вы лошадей кушаете? Они нас ругают. Я говорю, как у нас специальный отдел конина, вот где коняшки продают. Они говорят, как ты можешь коняшку есть? А при этом лягушек едят. Ну да. Видишь, каждый как-то по-своему. Они в ресторан пришел, смотрю, фрукс. Ну это что, лягушки? Да, лягушки заказал. Слушай, такая вкуснятина. А улиток не едят? Все едят. Ну здесь французов же много, которые все едят. Вот так. Натали из города Сланцев, Россия. Из Севастополя, Крым. Приветствуем вас. Пусть Бог благословит вас. Так, что у нас еще? Кто еще присутствует? Ну, я не знаю. Если кого-то не назвал, вы уж меня. Виталий из Астаны тоже приветствую вас. Вижу вашу надпись. Хорошо. Так, приветствую всех, 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 всех. Александр говорит, так Александр говорит, конь, друг, не могу его есть. Правильно, Александр. У меня друг знакомый, казак, говорит, мы, говорит, когда в Москву поскакали, прискакали, говорит, к Москве пол коня съели. Ну, вот такие вот. Ангелина из Карелии тоже нам пишет. Ну что ж, у нас такой большой, большой круг друзей. Огромный круг друзей. Я попрошу мне кофейку разогреть чуть-чуть. Я хочу, чтобы горяченько было. О, из Лондона. Тоже приветствую вас, сестра дорогая. Пусть Бог благословит вас. May the Lord bless you. Хорошо, дорогие мои. Давайте мы сейчас начнем с того, что мы вспомним, о чем мы говорим. На всей этой неделе мы с вами говорим о общении с Богом, как слышать Бога, как понимать Бога, как разуметь Бога, как Бог говорит и как Бог общается с нами. Вообще интересно узнать, как Бог общается, как Бог с нами общается, как Бог разговаривает с нами. Вообще Бог разговаривает, так или нет? Аминь, однозначно. Наш живой Бог, Он Бог, который не молчит, Бог, который говорит. И Он ждет также от нас ответной реакции. Проблема в том, что мы не понимаем, что Он говорит. Вот нужно молиться о том, чтобы Бог давал понимание, чтобы Бог давал смирение, чтобы Бог давал откровение о том. Молиться можно, но не получишь. Я думаю, что не получишь. Думаешь? Ну, откуда? Как ребенку можно сказать? Ты молись, и тогда вырастешь. Возрастать нужно в своих отношениях с Богом. При этом молиться это и есть сейчас процесс возрастания. Ты абсолютно в это прав. И когда мы возрастаем, тогда мы и понимаем все больше и больше. Если вот так же, как Максим сказал, на примере детей посмотреть, то в три года у ребенка одно понимание, в 10 лет уже другое понимание, в 20 лет уже совершенно другое понимание. А в 60 лет вообще полное непонимание, ничего не понимание. Там уже включается другой процесс. Вообще обратно уже. Ну, хотя, Максим, если посмотреть священное писание, то и Авраам, и Моисей, и все они имели такое понимание, что дай нам Бог его так же иметь и сохранять всю свою жизнь. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы строить свои отношения с Богом, мы должны понимать, что есть некая ответственность на нас. И мы должны стремиться к тому, чтобы возрастать в своей ответственности, в своих отношениях с Богом. И быть готовыми слышать Его голос, и быть готовыми принимать Его голос. Слава Богу. Так. Помолимся, Брон. Аминь. Начнем с молитвы. Начинаем молиться, пастор. Отец Небесный, мы благословляем Твое Святое Имя в это утро, в этот день. Боже, мы просим Твоего благословения во имя Иисуса Христа в каждое сердце и в каждую жизнь. Господь, я молю Тебя, мы молим Тебя, Господь, за каждое сердце, за всех телезрителей, за всех людей, которые жаждут и нуждаются в Тебе. Просим Тебя, изливая Духа Твоего Святого, кто нуждается в Твоем Слове, пусть Твое Слово коснется сердец людей и влияет на их жизни. Мы просим Тебя, благослови, мы просим Тебя, исцели, оберегай, охраняй, благодать и милость Твоя, пусть пребудет с каждым сердцем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Благодарю Тебя за эти минуты общения, драгоценные, которые мы имеем со всеми нашими друзьями. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты благословляешь нас. Простри руку Твою над нами. Благослови, Господь, каждого драгоценного человека. Благослови всех тех, кто у крана сейчас пристроился и готов слушать. Я прошу Тебя, пускай Слово Твое обильно вселяется в сердца людей. Благослови, Господь, держи нас в своих руках, дай нам возрастать во спасение, укрепи нас, поддержи, Господь. Да будет Твоя благодать с нами. Мы поклоняемся Тебе, величаем Тебя, Царь Славы. Я прошу, благослови каждого человека, кто сейчас смотрит. Я прошу, благослови, исцели и ви милость. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляем вас. Ну что ж, кофе горячий пришел. Итак, если ты растешь, ты будешь понимать Бога. Аминь. Если ты растешь в Боге. Если ты не растешь, ты не будешь понимать. Судя по времени, вам уже надлежит быть учителями. Нужно уже быть способными к развлечению, к пониманию, к движениям. Если же вы все еще ничего не понимаете, не соображаете, это значит, что вам нужно возрастать. Да. Расти, кушай, кушай больше. Опять, чтобы понимать слово, нужно кушать слово. Как бы это парадоксально не было. Чтобы понимать язык, нужно кушать слова. Да. Хотите понимать английский язык? Кушайте английские слова. Хотите понимать Божий язык? Кушайте Божие слово. То есть впитайтесь, возрастайте во спасение. Растите в слове. Если вы это делаете постоянно, если этот процесс у вас включен на все время. Ну, как бы у вас есть желание, огонь, страсть, вы сможете слышать Бога. Как говорит Бог? Сегодня мы пройдемся по пунктам. У Вадика свои пункты, у меня свои пункты. Давайте сверим, у кого какие пункты. У меня много пунктов. Я как бы разные пункты написал, составил. Ну, начнем, наверное, с главного, как Бог говорит. Он говорит через Библию. Аминь. Самое очевидное, самое простое, через написанное слово. Что скажешь, пастор? Второй Тимофей, 3 глава, 15 стих говорит нам. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть мы можем видеть, как апостол Павел Тимофея ободряет, он ему открывает вот эту важную картину и дает это понимание, что да, слово Божие, которое от самого начала, от самых истоков твоего хождения с Богом, оно необходимо, оно играет ключевую роль, оно корректирует, оно направляет, оно вдохновляет, оно руководит нами. И когда мы закладываем вот это основание наших взаимоотношений с Богом через Его Слово, тогда мы начинаем видеть возрастание нашу, видеть Божью работу в наших сердцах и в наших жизнях. И приходит понимание того, что же Господь желает говорить в наши сердца, что же желает Господь, чтобы мы делали в наших жизнях. И это приводит к достаточно таким серьезным, и я верю, благословенным результатам. Но общение со Словом определяет ваш духовный рост. Я так скажу, если вы не читаете Библию, если вы не изучаете Писание, если вы не живете Писаниями, тогда вы попадете в зону катастрофы, вы не сможете слышать Бога. Все остальные пункты, там будут разные пункты. Все остальные пункты, они потеряют всякий смысл. Они потеряют всякий смысл, потому что если вы не наполнены Словом, все тогда. Тогда полностью все теряет всякий смысл. Теряет всякое... Теряет все. Если вы не наполнены Словом, вам необходимо... Написанная Библия, записанное Слово, если это есть, то это будет хорошо. Книга Иисус Навина 1.8. Да не отходится я книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точность исполнить все, что в ней написано. То есть, вот такой потрясающий стих Иисус Навин 1.8, где написано все отношение к Писанию. Пускай эта книга живет в ваших устах. Тимофей, очень хорошее послание, вообще, то, что ты прочитал, потрясающее место. Давайте так. Если вы не общаетесь с Библией, все остальные пункты бесполезны. Многие хотят, чтобы были другие пункты, чтобы другие пункты у нас появлялись, чтобы у нас были другие пункты, чтобы остальные пункты были. Но если у нас с вами, дорогие мои, если у нас с вами не заложена Библия в основании, если не заложено Священное Писание, то все остальное это полностью ерунда. Ерунда такая полная, что теряет всякий-всякий смысл, и поэтому даже не стоит дергаться. Что ты еще скажешь? Да, я бы хотел сказать, что очень важный момент, чтобы мы понимали, что это каждодневное действие, которое должно совершаться в нашей жизни. Вы знаете, мне иногда приходилось слышать такие заявления, что я уже читал Библию, или я уже читал Священное Писание. То есть, меня всегда удивляет, когда человек может говорить о Библии или о Слове Божьем в прошедшем времени. То есть, он как бы себя успокаивает тем, что однажды с этим соприкоснувшись, или однажды что-то попробовав, он этим ограничивается и успокаивается. Я думаю, что Слово Божье, оно имеет некую другую причину, и мы не можем успокаивать себя тем, что мы когда-то что-то делали. Это хлеб, который Писание говорит, он шедший с небес. То есть, это та пища, которую нам нужно вкушать каждый день. Это то Слово, которое нам важно и ценно на каждый день. И каждодневный прием этой пищи, каждодневное наше соприкосновение с Его Словом будет и каждый день влиять на нашу жизнь. И через это будут меняться наши жизни, и мы будем получать очередные благословения и наставления, которые Господь желает нам видеть. Поэтому есть некая ответственность, когда мы себя даже где-то дисциплинируем в том, чтобы ежедневно вкушать этот хлеб с небес. Я всегда говорю, что мы же не можем успокаивать себя тем, что мы вчера поужинали или вчера позавтракали. Мы нуждаемся в пище каждый день. Мы просыпаемся утром и понимаем, что есть некая потребность. Есть потребность физической пищи и точно такая же потребность духовной пищи. И когда мы восполняем эту потребность, тогда и Бог начинает в нашей жизни говорить, начинает использовать наши жизни. И включается этот процесс построения наших отношений с Богом. Маша из Усть-Каменогорска говорит, что я утром и вечером общаюсь с Библией только быстро, так как на работу надо утром. Ну что ж, слава Богу, что даже быстро и это тоже хорошо, даже если это быстро. Следующий пункт, о котором мы поговорим, мы поговорим о том, что нам нужно с вами слышать Бога можно через других людей. Бог может говорить через других людей. Это, наверное, второй самый большой пункт среди всех остальных пунктов. Бог говорит через людей. Как это происходит? Через этот эфир Бог может проговорить вам. Бог может говорить даже через ослов, людей ослов, таких как я. Если Бог через ослов может говорить, то тем более через тебя Он может говорить. Вот. И как бы мы говорим о том... Так, какая у нас камера работает? Вот эта. Мы говорим о том, что Бог может говорить через обычных людей. Бог может говорить даже через неверующих. Бог говорит, люди дорогие, Бог говорит через людей. и здесь нет ограничения. Другими словами, любой человек может быть проводником воли Божьей. Да. Бог говорит через человека, дает совет и ты слушаешь и думаешь наверное это так и есть, так Господь. И приходит Бог и говорит, это так и есть. Бог использует людей. Если ты к слову не обращаешься, тогда Богу придется через людей тебе говорить. Да. И в этом моменте очень важно понимать, что не торопиться, скажем так, блокировать. У нас, ну, мы живем в таком мире, где достаточно все так агрессивно настроено и человеку порой очень тяжело как-то воспринимать что-то и принимать какие-то слова в свою жизнь. И когда ты, особенно если ты соприкасаешься с Божьими людьми, я вот стараюсь быть очень внимательным к тому, когда Бог дает какие-то встречи, когда Бог дает какие-то возможности для общения, что Бог может проговорить и это слово, которое касается твоего сердца, оно может в дальнейшем повлиять на всю твою жизнь. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу ободрить нас. Может быть, не стоит всегда торопиться, блокировать, но также и есть другая крайность, когда мы можем, ну, просто все вот принимать, как оно есть. Здесь, я думаю, есть смысл молиться нам о том, чтобы было какое-то внутри у нас понимание, и Бог давал некое чувствование к тому, чтобы различать, ну, голос Божий от каких-то других, может быть, даже непонятных заявлений или настроений, которые тоже так же пытаются проникнуть в нашу внутренность, в наше сердце. Поэтому пусть Бог нам даст мудрость. Но опять же, если мы говорим о том, что в нашем сердце заложено основание, как фильтр, то есть оно будет как бы подтверждать. То есть, когда Бог будет использовать человека, и человек будет говорить в твою жизнь, будучи Вадимом Духом Божьим, тогда ты, имея внутри своего сердца Слово Божье, будешь, тебе будет с чем сравнивать, тебе будет как бы что-то, тебя будет, ну, скажем так, успокаивать, и некое подтверждение будешь иметь к тому, что да, это... Послушай, слушай, Бадик, вот смотри, ты сейчас такие потрясающие слова говоришь. Я хочу, чтобы вы уловили. Многие люди, мы уже говорили об этом, манипулируют, говоря, что так тебе говорит Господь. И многие люди пытаются использовать человека в том, что ты преподносишь Слово Божье. С другой стороны, Бог использует людей. Поэтому, как Вадим сказал, фильтр должен быть у вас здесь. Вы смотрите, что... почему этот человек говорит, что он хочет добиться, в чем его суть слов и о чем он говорит. Многие люди, желая добиться своих корыстных целей, они начинают давлеть над тобою, утверждая, что Бог хочет, чтобы ты сделал то или другое. Бог говорит через людей настолько же часто, насколько говорит через Библию. В моей жизни Бог говорит через Библию и через людей примерно одинаково. То есть, я бы не назвал это каким-то особенным моментом. Теперь, когда Андрей из Австралии пишет, читай Библию каждый день, это наше общение с Богом. Сто процентов. В этом и заключается. Чем больше мы имеем общение с Богом через Писание, чем больше мы ищем лица Бога в Писании, тем больше нам будет легче понять, о чем Бог говорит. Кто-то пишет, что практически не читаю Библию каждый день, и начинаю возвращаться к постоянному чтению. Слава Богу, дорогая сестра Наташа, пусть Бог благословит вас. Вот такие мысли, вот сейчас послушайте, вот эти мысли Бог говорит через людей, мы сто процентов. И нам нужно учиться принимать. Многие люди, вот, например, я подошел к тебе, и ты не знаешь, корыстно я тебе говорю или нет. И кто-то говорит, так говорит Господь, вот это и вот это, вот это и вот это. Здесь нужно очень четко, во-первых, не нужно сопротивляться, нужно просто рассуждать. Писание говорит, что один пророчествует, другой рассуждает, да, то есть, остальные рассуждайте. То есть, если кто-то тебе дает пророчество, не нужно говорить, а, мне слово пришло, давай порассуждаем. Давай порассуждаем, о чем было сказано пророчество, давай порассуждаем, что ты имел в виду, что ты хотел сказать. Многие думают, я не знаю, что я хотел сказать, я просто закрыл глаза и говорил. Нет, ты хорошо знаешь, что ты хочешь сказать, когда говоришь пророчество. Вот, поэтому все, кто пророчествует, Они хорошо знают. Я могу сказать, так говорит Господь. Я могу сказать, Бог обращается к тебе, у него есть желание, чтобы... Интонация уже может сыграть свою роль. Но мы здесь не вопрос даже, как ты почувствуешь, а вопрос послания. Нужно всегда проверять не звук пророка, а послание. Насколько оно сердце касается. Насколько оно в точку, насколько оно от Бога. Есть душевные послания. Очень много пророков таких, Господь тебя любит, ты в его руках. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Массаж сделать, да, пожалуйста, у тебя массаж, аллилуйя. То есть, если такие пророки, которые... Всегда пророчатся только хорошо, это психологи называются. То есть, они психологи. Они тебе постоянно говорят, что будет вот это хорошо, вот это хорошо. И будет все классно, и ты будешь счастливой. И проживешь долго, и умрешь в глубокой старости, насыщенными днями, довольный. Вот. И чаще всего эти пророки просто душевные ободрители, дающие желание, что все нормально, все хорошо, у тебя классно. Будь осторожен. Каким попадешься, если подсядешь на них, то будешь все время хотеть, чтобы кто-нибудь что-нибудь тебе сказал, поговорил. Кто-нибудь что-нибудь тебе по-хорошенько, как психолог, уходят люди, не умеющие управлять своими эмоциями, то тогда возникает вот такая серьезная проблема. Потому что, если он на самом деле пророк Божий, и он движется Духом Божьим, там не всегда будет ободрение, и не всегда будет вдохновление. Иногда будет и обличение, которое также необходимо, и Господь желает поработать с нашими сердцами и помочь нам где-то, может быть, освободиться от чего-то, или избавиться от каких-то вещей, которые нам мешают. И опять же, все зависит от нашей реакции. Если мы будем честны сами с собой и честны с Господом, мы будем знать, что на самом деле есть какие-то вещи, с которыми мы там находимся в некой борьбе, или какие-то моменты мешают нам, и нам нужно обратить свое внимание, и наша реакция будет справедлива, она будет правильной. Мы будем принимать это, каяться, исправляться и продолжать хождение с Господом. Александр из Иркутска спрашивает, такой вопрос, как не спутать свои мысли с Божьим голосом, когда пророчествуешь? Как не спутать свои мысли? Ответ очень просто. Навыком вы приучены. Если вы больше и больше общаетесь с Богом, если вы проводите больше времени с Богом, у вас возникает привычка или понимание, где говорит Бог, а где говорит не Бог. Поэтому навыком приучайтесь к развлечению добра и зла. И, конечно же, потребляйте слово. Потребляйте слово. Теперь кто-то говорит, у нас церковь не пророчествует. Ну, отлично, вы можете пророчествовать сами, почему вам не начать пророчествовать? Почему все думают, что нужно в церкви пророчествовать? Пророчествуй, просто пророчествуй, говори будущее. Проблема в том, что, если у меня есть пророчество, например, вот у меня есть послание, да, я могу его донести разным методом. Некоторые думают, что пророчество, это когда ты голос сменишь. Я Бог говорю тебе сейчас. Но я просто доношу послание, которое внутри, в сердце есть. Теперь я могу это послание упаковать в другую форму и сказать, брат, есть слово к тебе. Вот там впереди тебя встретятся вот такие вещи. Один пророк взял, связал руки апостола. Да, чей это пояс, того так свяжут. Да, свяжут. То есть, взять, думаете, он не знал, чей это пояс? Не знал там, сидит в центре апостол, все вокруг него, и вдруг приходит пророк и типа, чей это пояс? Он знал, просто он образно показал. Или вспомни, как на фан к Давиду пришел. Там вообще целый спектакль разыграл. Овечка там. Хотя мог прийти, там просто. Сказать, ты грешник ничтожный. И Давид бы покаялся. Но он там развел историю, рассказал. То есть, вопрос, когда мне говорят пророчествовать, это вот голос какой-то сделать. Нет, пророчествовать это вещать в будущее. Видеть и говорить. Многие думают, что я ничего не вижу, но начну вещать. Давайте я начну вещать, я ничего не вижу. А потом уж увижу. Да потом что-нибудь увижу. Потом как начну вещать, начну, я так шандарах, и я увижу. Нет, если ты не видишь до того, как ты начинаешь пророчествовать, ты не увидишь во время пророчества, ничего. Ты просто будешь, потом ты будешь защищать свои бредни, которые ты увидел. Очень важно, пророк видит и говорит. Он описывает то, что он видит. Современные же пророчествующие чревовещатели, они как бы от пуза говорят, что пойдет, куда занесет, туда занесет. Будь смел, как Чапаев, говорит Господь. Такое было пророчество. Вот. Такое сильное пророчество. Да. Вот. Поэтому, когда мы смотрим на эти вещи, очень важно. Мы говорим о пророчестве как о форме общения с Богом и донесения послания от Бога. Это как проповедь, в принципе. Да. Как проповедь. Поэтому, когда вы говорите, у вас церковь не пророчествует, я бы сказал, Бог говорит и пророчество идет. Просто, может быть, вы не слышите напряжение в воздухе. Так говорит Господь. И все раз замерли. Но это может быть в другой форме. Сегодня Господь обращается к вам, дорогие. И я хочу вам прочитать из Писания, сказать слова Божии. Это тоже пророчество. Но многие люди говорят, давай нервы пощекочим. Они привыкли к формату гадалок, ворожеек, предсказателей будущего. И они хотят вот этот формат как бы запихнуть, говоря, что это и есть пророчество. Порочество – это больше, чем просто сделать другой голос. И это донесение, послание о будущем. Есть еще что-то добавить? Или сразу дальше идем? Давай дальше пойдем. Следующий пункт. Сны. Сны. Очень хороший пункт. И видение. Сновидение. Снились вам когда-нибудь сны? Спрашиваю Дом Веры. Если, кстати, вы еще смотрите меня через спутник, подключитесь к нашему сайту domvera.ru, и вы сможете мне писать. Снились вам когда-нибудь? Наталья с Кировограда. Сны вы видите или нет? Просто интересно. Бывают ли у вас сны? Инесса из Бишкуля. Что вы скажете? Вот вопрос к вам, дорогие мои. У меня бывают сны. Каждый день. И сны бывают разные. Если вы поели на ночь пельменей, полбедра, то тогда сны будут однозначно идти. Попрут. У тебя бывают сны от пельменей? Нет, наверное, я все-таки, видишь, не ем на ночь много пельменей, поэтому от пельменей... А у тебя сны бывают? Сны бывают, но я не всегда их помню, потому что у меня нет такой способности, как у тебя запоминать. Но иногда бывают сны, которые так ярко и достаточно откровенно рисуют некие картины. Недавно мне сон приснился. Очень яркий, настолько реальный сон. Понимаете, что во сне я иду и понимаю, думаю, вот как интересно все-таки. И вот если бы это был сон, я бы поверил, но все-таки реальность вот такая. Случается же такое. Короче, во сне случилось такое. Я вдруг оказался в Алма-Ате. Это от Бога сон. Да. Оказался в Алма-Ате, хожу, смотрю, здесь вот это, здесь вот это. Я думаю, как я здесь оказался? Я же вроде на самолете не летел. Я говорю, если бы это был сон, я бы понял, но это же не сон, во сне я так рассуждаю. То есть, если бы это был сон, я бы понял, что это сон. Но это не сон, потому что это реальность. Настолько реальность. И, короче, я ходил со всеми, спрашивал, как я здесь оказался, как я здесь, а что дальше? Меня что сейчас, будут арестовывать или что? Чем все закончится дальше? Ходил вокруг, ходил вокруг. И потом, думаю, надо бы, что-то устал, прилег, встаю и смотрю, я уже не в своей спальне. Не в Алма-Ате. Да не моя спальня, не моя спальня дома. То есть, я где-то в другой спальне хожу, открываю окно, смотрю, да что такое? Где я оказался? Как я, что это такое? А потом, смотрю, я в Нэшвилле на выставку приехал, НРБ. Это вот я недавно был. Я поснулся и думал, что это продолжение сна. То есть, вот, было настолько реально ощущение. Вот такое случилось. Как нас толковать? Давай ты сегодня пещал из какого-нибудь сны. Максим, это сон, который Господь через этот сон что-то показывает. Видишь, тебе и на выставке нужно быть, и в Алмату заехать нужно. У тебя такая насыщенная жизнь. Но на самом деле, когда сны проявляются в нашей жизни, это достаточно такое интересное переживание. И у каждого в той или иной степени оно происходит. И вот здесь всегда как-то хочется разобраться, какой сон от Бога, какой сон просто тебе что-то приснилось. Или, как Максим сказал, пельмени, может быть, переели. И я думаю, на примере Иосифа мы также можем видеть, что есть сны, которые Господь нам дает. Но, скажем так, наша реакция на эти сны может также привести к определенным каким-то последствиям в нашей жизни, как в случае с Иосифом. Помните, да? То есть, ему приснился сон, и он где-то даже, на мой взгляд, поторопился с тем, чтобы его озвучить. Да. Я думаю, есть... Но если бы он его не озвучил, он бы не получил. И он бы не оказался в Египте. Ну, да. Ну, опять же, видишь, здесь... А он в Египте оказался из-за того, что сон увидел? Или из-за того, что сказал? Ну, он, скорее всего, из-за того, что и увидел сон, и сказал. То есть, Бог его подставил? А Бог его провел через определенную ситуацию для того, чтобы исполнить то, что он для него приготовил для начала. Хорошо. Есть сны от обжорства. Есть от усталости. Есть от испуга. Есть от эмоциональной встряски. Есть от Бога. Будучи подросткой, мы помним, у меня были сексуальные сны. У тебя бывают, были сексуальные сны в детстве? В подростковом возрасте? Или сейчас там? Нет, Максим. У меня нету сейчас. В подростковом я не помню. Нет, были. И я как бы просто думал, ужас какой. То есть, как бы, сексуальная озабоченность была же в подростковом возрасте. Но я открыто говорю, как... Я не знаю, наверное, на эту тему. Ты-то рос в христианской семье, видишь? А мне что, я грешником рос, поэтому мне что снится? Я уже... По расколам возрасте. Ужас. Грешники. Вокруг одни грешники. Но давайте так. Нужно фильтровать сны. Если сон приснился, это не значит, что... Это не значит, что это... Это от Бога. То есть, давайте так. Опять мы включаем. Сон приснился, нужно смотреть по Писанию. Да. Насколько это соответствует Писанию. Сны бывают поучительные, пророческие сны. Есть сны, которые подталкивают к каким-то действиям, к откровению. Мы говорим о сне, как о форме донесения какой-то вести от Бога. Да, Максим, вот можно... Фараону он давал сны. Да, потом вот смотри, Евангелие от Матфея, 2 глава, 12 с них. И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. То есть, он во сне получил, Иосиф получил... А, это... Это волхвы. Получили. Иосиф тоже во сне? Иосиф во сне, да. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. И говорит, встань, возьми младенца и матеревую, и идите в землю Израилю. Ибо умерли искавшие души младенца. Вот такая интересная история. То есть, Бог приходит и посылает послание во снах. И не просто послание, а с конкретным руководством к действию, что нужно делать, куда нужно идти, как нужно поступать. И это, опять же, ну, скажем так, заставляет человека серьезно что-то взвешать. Потому что, ну, Иосиф в своей ситуации пребывал, он напуган, он пребывает в неком каком-то опасении. Эмоциональная стряска. И здесь он получает четкое ободрение и четкое поручение и направление, в котором ему нужно двигаться. И слава Богу за Иосифа, за то, что он был послушен, за то, что он исполнил это слово. Поэтому сны, они всегда должны где-то быть связаны со Словом Божьим. То есть, Слово Божье, оно должно иметь некое подтверждение тем каким-то действиям или тем каким-то направлениям, которые мы видим во сне. Вы знаете, когда мы говорим о снах или мы говорим о, когда мы говорим о том, что Бог говорит, я хочу сказать, Бог говорит, сто процентов. То есть, Бог говорит и Он не останавливает свое послание. Теперь, иногда это происходит через Библию, иногда через людей, иногда через пророков. Теперь, через сны Бог тоже может говорить. Я помню, у меня сон один был, когда я спустился в шахту. И это был очень такой получительный, сильный сон. Сильный сон. В шахту спустились. И я ехал с таким здоровым парнем. Потом я понял, что это был мой ангел-хранитель. Он здоровый, короткая стрижка, такая площадка. Огромных размеров, ну такой здоровый стоял. Я шахтером был в тот момент. И вот мы спускаемся в этом лифте, в шахту, я не знаю, как это называется, по стволу этому. Дошли до низу. И я говорю, все, пойдем вперед, будем работать сейчас. Сделаем сверх нормы. Пробьемся в эту тьму. Этот здоровый улыбается, идет рядом со мной и говорит, мы идем, вот здесь лента какая-то идет, уголь, по-моему, идет. И периодически такие на стенах висят здоровые, знаете, вот такие телефоны. Ну, я не знаю, в шахте какие телефоны, но такие здоровые телефоны, вот как во время Ильича. Так, алло, алло, такие трубки здоровые. И я иду, Паш, внутри шахты. И я говорю, пойдем вперед, быстрее. Он говорит, надо связь проверить. Да. Я говорю, чего? Он говорит, нужно проверить связь с верхом. Говорит, здесь мы вдалеке от верха и нам нужно постоянно проверять связь. Я говорю, какая связь? Работать надо. Я говорю, что ты сейчас по телефончику сидишь? И говорю, пойдем вперед, будем рубить уголь, будем отбойником работать. Пойдем вперед. Он говорит, я говорю, видишь, воздух идет, электричество идет, сила идет, лента движется, все нормально. Вверх нам посылает силы, энергии и так далее. Знаете, вдруг этот, на меня смотрит, ты понимаешь, что в шахте самое важное, это не сила, не электричество, самое главное, связь с верхом. Знаете, когда он сказал, я сказал, чего, связь с кем, с верхом? Я говорю, зачем, что ты сейчас будешь сидеть здесь, общаться с верхом, когда нужно реальные вещи делать? Он говорит, а что будешь делать, если проблемы будут? Говорит, давай проверим, подходим к трубке. Алло. Трубка молчит. Тишина. Он говорит, надо возвращаться. Я говорю, куда? Он говорит, нужно искать, где порыв провода идет. Если мы найдем, где порыв провода, мы сможем восстановить связь с верхом. Я говорю, пошли дальше. Я уболтал, говорю, пошли дальше к забою, вперед. И вот он идет со мной и говорит, послушай, нам нужно проверить связь. Подходим к следующему телефону, там через каждое определенное. Нету связи. То есть связи никакой нету. Он говорит, надо восстанавливать связь. Я стою и смотрю, говорю, посмотри, вот лента, вот воздух. Все нормально, ну где-нибудь найдем сейчас телефон. Он говорит, пойми, что нам нужно, нам нужно связь с верхом. В этот момент вдруг обрывается электричество и кончается, вентиляция выключается. Я стою и говорю, упс. А он говорит, ну что теперь? Говорит, как ты сообщишь наверх, что у тебя проблемы, у тебя связи нету. Я стою и говорю, ну нужно решать проблему. Он говорит, ну давай сейчас вначале связь восстановим. И в этот момент я вижу вдруг порванный провод. Я беру, ну конечно, во сне электричество так соединяется, искры так скрутил. И вдруг появилось электричество в воздух. И он мне говорит, да, ты восстановил силу, ты восстановил энергию. Но ты не восстановил связь. Возвращаемся назад. И мы пошли обратно восстанавливать связь. Это был очень пророческий сон о том, что нам необходимо иметь связь с верхом, находясь в этой шахте. Вот такой очень сильный пророческий сон. Бог говорит через видение. Бог говорит через сны. Бог говорит через людей. Мы когда смотрим, в числах написано, слушайте слова мои, если бы у вас был порог Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Так Господь поставил. Если помните, Иосиф толковал сны. Бог с фараоном говорил через сон. Цари видят сны. И Бог говорит с ними через сны. Дорогие мои, вот такая вот у нас интересная тема. Итак, мы положили основание. Бог говорит. Как понимать сон? Как толковать сон? Ты обещал рассказать. Максим, я не обещал. Это ты пообещал телезрителям. Я думаю, что здесь, опять же, должна быть своя порция личных отношений с Богом. То есть, вот ты когда свой сон, я этот сон еще 15 лет назад слышал, и я понимаю, что это сон, который Бог тебе показал, и Он же тебе его истолковал. И ты когда им делишься, это ободрение для всех, для нас. Связь с верхом. Связь с верхом. Я думаю, что нужно пророческий дар иметь, чтобы толковать сны, как у Иосифа был. Да. Мы можем молиться о дарах. Да. Чтобы был дар истолкования снов, понимания снов, что это значит. Что это значит и к чему это приведет. То есть, у нас должны быть способности или дар от Бога понимать и истолковать. Соня говорит, ревнуйте о дарах. И некая ревность должна быть в наших сердцах. И когда эту ревность мы будем иметь, Господь будет на эту ревность изливать и восполнять, и будет давать толкование и понимание, которое так необходимо. Хорошо, у нас последние несколько минут, мы все пункты не пройдем, мы их продолжим в следующий раз. Сегодня мы заложили основания. Мы сказали, что Бог говорит через Слово Божьего, через людей, через Слово Божьего Писания, через людей и через видение и сны. Если к вам приходит какой-то сон, и вы не знаете, как его истолковать, обращайтесь к людям, которые могут истолковать сон. Обращайтесь к людям, которые имеют опыт. Не все люди могут истолковать сон. Предложите сон истолковать нескольким человекам. Конечно, еще раз хочу сказать, если вам сон приснился пельменный, так называемый, или бешпармачный, как мы говорим в Казахстане, бешпармачный сон, ты наелся бешпармака перед сном, то тогда не прет. Но когда ты увидел сон духовный, со смыслом, помолимся за людей. Боже, мы благословляем. Отец, мы благословляем Твоим святым именем, каждое сердце, каждую жизнь. Мы просим Тебя, говори в наши сердца. Мы просим Тебя, Господь, дай нам этот дар истолкования, понимания. Боже, мы просим Тебя, работай с нашими сердцами. Мы нуждаемся в Тебе, Бог. Мы благословляем Твое святое имя. Отец, я молю Тебя за каждое сердце. Я прошу Тебя, пусть Твое благословение, исцеление и благодать будет в каждой жизни во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, о каждом человеке, я прошу Тебя, Боже, благослови, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Дорогие, я молюсь за вас сейчас, чтобы к вам пришло понимание. Посмотрите на меня. Я простираю руки в вашу жизнь во имя Иисуса. Благословляю именем Иисуса Христа. Я молюсь за вас, именем Иисуса Христа, да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да откроет окна небесные над вами, да явит силу во имя Иисуса Христа. Я прошу благословения во имя Иисуса Христа для каждого человека. Боже, благослови, чтобы их сердца были способны слышать Твои слова, понимать их, истолковывать Твои послания, и чтобы это было к назиданию, к возрастанию, к укреплению. Во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат шалом. Наступает шаббат, приветствуем все шаббат. Дорогие мои, пусть Бог благословит вас, у нас остается буквально постоять две минуты. Сегодня с вами был Максим Максимов, а также сегодня с вами был... Вадим Мартынов, огромных вам благословений, мира, радости и любви. Пусть Бог хранит вас. Спасибо вам за поддержку, за участие, за партнерство. Спасибо за то, что вы делаете возможным проповедь Евангелия по всему земному шару. Ваши десятины и приношения помогают мне доносить Евангелие до края в земле. Благодарю всех вас, что вы небезразличные, что вы ревностные, что вы родственники, наши друзья. Пусть Бог благословит вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Если вы хотите поддержать нас, зайдите на сайт cnl.tv, черточка, слэш, кард, c-a-a-r-d и поддержите cnl. Пусть Бог благословит вас за ваше участие, очень помогает нам. Мы хотим купить камеру, ищем партнера, который смог бы пожертвовать, там полторы тысячи долларов нужно. Если вы есть, то пожалуйста, поддержите. Благословения вам. Люблю, ценю вас. Прощаюсь. Мы уезжаем на рыбалку завтра. Встретимся в воскресенье. Всем пока. Люблю. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!